Исаакиевский собор Исаакиевский собор Четвертый по счету вариант петербургского храма В честь преподобного Исаакия Далматского Строился 40 лет Архитектор Агюст Моноферран Уникальный купол собора Его впечатляющие колоннады Невероятной красоты Двери, скульптуры и барельефы Все это делает Исааки Одним из самых значительных и прекрасных сооружений Петербурга Чтобы спасти собор от бомбежек и артобстрелов Его огромный позолоченный купол покрасили в серый цвет Все блокаду он сливался со свинцовым небом Ленинграда Тогда же, летом 41-го Было решено перевести в Исаакиевский собор Под защиту прочных старинных стен Экспонаты из музеев города и пригородных дворцов Вместе с мебелью и статуэтками из императорских резиденций Высаки прибыли хранители пригородных музеев Людей поселили в подвале собора И перевели на казарменное положение 60 человек Подвал был залит водой Ходили по деревянным настилам Спали на сколоченных нарах Электричества не было От холода и голода Обитатели Исааки отвлекало работу Учет и хранение 120 тысяч ценных музейных экспонатов Из воспоминаний Анны Зеленовой Хуже всего обстояло дело с мебелью Так, среди монолитных колонн южного портика Исаакия Поставлялись на воздух золоченые кушетки стиля рукокос бирюзовой обивкой Приседающие на согнутых коленах чипендели из Раненбаумского дворца Луисезные банкетки на тонких стройных ножках Весной музейных сотрудников переселят в Асторию А в Исаакии они продолжат ходить Устраивая предметом роскоши регулярные проветривания и просушки Этот профессиональный подвиг будет оценен по достоинству А долинградские пригороды получат новую жизнь Их начнут восстанавливать в 1944-м Многие дворцы будут отстроены практически заново Но подлинные вещи в них Это бережно сохраненные в дни плакады В мрачном, сыром и холодном Исаакиевском соборе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok